Всем привет! С вами Сиамант, 8 серия, и у меня все готово для того, чтобы заняться исследованиями модификации Таумкрафт 4. Весь Таумкрафт начинается с волшебной книги Тауманомикона. Его можно найти в деревне, вот в такой каменной башенке. А можно и самому создать, щелкнув волшебной палочкой на книжной полке. Открывая книгу, мы попадаем на вкладку базовой информации. Здесь указано то, что этот мод добавляет в наш мир. Новые растения, руды, мобы и зачарования. И щелкнув на каждом элементе, мы можем узнать о нем поподробнее. К примеру, мы можем узнать, какие растения и деревья добавлены этой модификацией. Некоторые рецепты доступны сразу, как например железная решетка, через которую могут проваливаться предметы. Но большинство элементов нужно сперва исследовать, как например нитр, который мы нашли в деревне. Чтобы начать исследование, нам потребуется стол исследований. Рецепт расположен на вкладке изобретения. Нам потребуется чернилинца с пером, здесь несколько вариантов рецептов, и деревянный стол. Оставшиеся от постройки крыши ресурсы пошли на новый стол. А чернилами со мной готов поделиться вот этот вот кальмарчик. Перо я отнял у мясной курицы, и чернилинца с пером готова. Размещаем рядом два стола, сверху перо и чернила, и исследовательский стол готов. Подробно про исследование расписано в соответствующем разделе Тауму-Номикона. Для исследования доступен любой мигающий элемент в книге. И начну я с нитера. Исследование начинается с создания заметок на бумаге. Для этого в инвентаре должна быть бумага и чернилинца с пером. Бумагу я создал, а чернила взял со стола. Открываем книгу и щелкаем левой кнопкой мыши на нитере. Записки исследования появляются у нас в инвентаре. Возвращаем чернила на стол и кладем туда же наши записи. Знак вопроса в шестигранной сетке означает, что какой-то аспект данного исследования нам еще неизвестен. Изначально нам известно шесть основных аспектов. Остальные аспекты можно получить, исследуя мир с помощью Таумуметра. Или комбинируя аспекты на столе исследования. Рецепт аспекта Виктус нам приведен в книге. Создаем его из земли и воды. Знак вопроса не исчез. Для этого исследования нужен другой аспект. Найдем его, исследуя мир Таумуметром. Создадим его по рецепту в книге. Кристаллы подойдут любые. Я возьму земляные, их больше. В последней версии рецепт стал дешевле. И требуется всего два кристалла одного вида. Таумуметр готов. Начнем изучать нашу комнату. Для этого наводим на блок или объект и держим правую кнопку. У нас пока не хватает знаний, чтобы понять, что за аспекты содержатся в этом блоке. Попробуем найти что-нибудь попроще. Чтобы попытаться исследовать верстак, нужно зажать Shift. Чтобы лучше видеть бегущую строку, уменьшу интерфейс. Некоторые блоки, такие как стеклянная панель, вообще нельзя изучить. А вот с факелом мне повезло больше. Я изучил аспект люкс и получил подсказку. Информацию о изученном аспекте можно увидеть в книге. Люкс можно получить комбинацией воздуха и огня. Наведя на него курсор, мы можем увидеть предметы, в которых он содержится. Мы его нашли в факеле, и он здесь показан. Полученная подсказка – это неисследованный рецепт светильника. Он серый, потому что у нас не хватает знаний, чтобы его исследовать. Проверим, поможет ли нам аспект люкс в исследовании. Помогло, вопросов больше нет. Чтобы завершить исследование, нужно связать эти два аспекта между собой. Свет состоит из воздуха и огня. Выложив их рядом с ним на доске, мы получили голубенькую полоску, означающую связь между ними. Между огнем и воздухом связи нет, так как они не содержатся друг в друге. Выкладываем дорожку из света и огня, пока не свяжем все элементы между собой. Закончив с этим, заметка превратилась в свиток. И стала открытием. Это открытие можно добавить себе в книгу или поделиться с товарищем. Чтобы оставить его себе, берем его в руку и щелкаем правой кнопкой мыши. Посмотрим на новый рецепт. Он помечен звездочкой в книге. Для создания нитра нам потребуется светящаяся пыль и аспекты огня, света и потенции. Картинка на фоне и надпись «Тигель» означает, что все это нужно сварить в волшебном котле. Теперь найдем предмет, содержащий потенцию. Продолжу исследовать все вокруг. Например, булыжник. Мы нашли аспект «Саксум». Его рецепт записался в нашу книгу. Он получается совмещением двух аспектов земли. Здесь же видно, что саксум можно найти в булыжнике. Также в булыжнике есть аспект «Пердиша» — разрушение. Содержащиеся в исследованном блоке аспекты можно увидеть с помощью таумометра или в инвентаре, наведя на него курсор и нажав «Shift». Чтобы исследовать какой-то предмет, не нужно ставить его. Достаточно положить его на землю и навестись таумометром. А вот и потенция нашлась. Двойка рядом с картинкой аспекта означает, что в каждом куске угля два огня и две потенции. Потенция собирается из порядка и огня. Чтобы создать тигель, нужно щелкнуть волшебной палочкой по котлу. В разделе «Таума тургия» есть рецепт. Железные слитки разбиваем на самородки, из которых создаем железные наконечники для жезла. Располагаем их по краям. А в качестве стержня используем обыкновенную палку. Жезл готов. Возьмем семи железа для создания котла и захватим с собой три олова. Модификация «Индастриал Крафт 2» позволяет сделать из олова ведро. Захватим с собой котел и зажигалку. Отойдем подальше от деревянного дома и других пожароопасных объектов и поставим здесь котел. Щелкаем по нему жезлом и получаем тигель. Нальем туда водички. Положим снизу дрова и разведем огонь. Пусть вода закипает. А мы разберемся с ингредиентами. Будем делать два нитра. Нам нужно по 6 единиц огня, света и потенции. Свет мы получим из 6 факелов, огонь и потенцию из 3 углей. Чтобы эти аспекты превратились именно в нитр, последним нужно бросить светящуюся пыль. Пошли пузырьки, вода закипела. Кидаем в тигель все ингредиенты. И вот они, два нитра у нас в руках. Тушим огонь и забираем полено. Энергии нитра будет достаточно, чтобы вскипятить воду. Также он является отличным украшением и источником света. Повешу его вместо лампы. Возьмем себе чернила и попробуем исследовать еще что-нибудь. Например, алюментум. Кладем заметки на стол и видим надпись, что без чернил исследование невозможно. Кладем чернила на стол и выстраиваем цепочку связей от потенции к огню. Выкладывая аспекты на стол, мы тратим их, а пополняем запас аспектов, исследуя мир таумометром. И мы исследовали алюментум. Добавляем его в книгу и смотрим рецепт. Три огня, три хаоса, три потенции и уголь-катализатор. Рецепт дешевый, сделаем себе парочку. На создание предметов в тигеле тратится вода. Он уже не полный, но нам хватит. Шесть огня и потенции возьмем из-за гуля. Шесть хаоса из шести кусков булыжника. А сдача шесть саксума. Он пойдет на загрязнение. Катализатор у нас тоже уголь, поэтому важно соблюдать очередность при забрасывании компонентов. Уголь, булыжник, катализатор. И два алюментума у меня в руке. Оставшийся в тигеле саксум будет выкипать и выливаться наружу. Чтобы очистить тигель и выпустить все аспекты в воздух, нужно щелкнуть по нему жезлом, зажав шифт. Чем больше было аспектов в тигеле, тем сильнее будет загрязнение. Алюментум можно использовать как топливо, в четыре раза эффективнее, чем уголь. Даже учитывая, что уголь тратится на его производство, он все равно почти вдвое выгоднее угля. А еще алюментум можно кидать как гранату. Отличная штука. Посмотрим, что можно исследовать дальше. Порох. Исследования в шестигранниках можно изучить сразу. Просто накопив нужные аспекты, щелкаем по нему. Рецепт несложный, будет у меня куча пороха. Повеселимся, но потом. Для других исследований нужно изучать новые аспекты. Прошвырнусь-ка я стаумометром по своим сундукам. С железного самородка я получил аспект металлом и подсказку в виде магической металлургии. Со стеклянного пузырька я получил пустоту и прозрачность. А семена пшеницы дали мне аспект зарождения. Изучив блок травы у дома, я узнал о растениях. Изучая большое дерево у дома, я узнал больше о древесине и волшебстве. Глядя на люк, я понял в чем суть движения. Если исследовав все вокруг нужных аспектов так и не нашлось, можно попытать удачи за столом исследований. Например, соединив разрушение и движение, мы получаем ловушку. А соединив разрушение и жизнь, мы получаем смерть. Добавим к смерти жизнь, получим дух. И все равно, этих знаний оказалось недостаточно. Будем дальше изучать мир. Глядя вокруг через таумометр, можно обнаружить узел ауры. Подойдем поближе, посмотрим. Изучив узел с помощью таумометра, мы увидим, сколько вис в нем содержится. Это волшебная энергия, которой можно зарядить наш жезл. В узле ауры нужно оставлять понемножку каждого аспекта, чтобы они не иссякли. Еще один узел ауры нашелся. И в нем те же самые аспекты. Этот узел внешне отличается от предыдущих. И аспекты в нем содержатся новые. Но их здесь мало. Поэтому выкачиваем их не полностью. Оставляем на вырост. Аспекты в ауре часто зависят от территории. В пустынях часто попадаются огненные узлы, а над водой водяные. Наполнив палочку энергией вис, мы можем использовать ее для создания волшебных вещей на магическом верстаке. Для его создания размещаем стол и щелкаем по нему палочкой. Выбираем подходящий рецепт. Магические кирпичи подойдут. Повторяем этот рецепт на магическом верстаке. Слева у нас указана цена создания в энергии вис, а справа результат. После завершения работы можно забрать свой жезл и идти дальше исследовать мир. Но этим мы займемся в следующих сериях. А пока спасибо за внимание. С вами был Сиамант. Пока.